Я вот сам у себя понял, как бы, свою природу. В принципе, я как раз сторонник такого юмора, который может охватить от академика, да, так сказать, просто простого, серьезного пьяница, который между двух запоев другую и сказал, ха-ха, хорошее. Вот мне это очень интересно и важно, вот, так сказать, такое, не опускаться куда-то и не подниматься куда-то. Вот в этой середине я стараюсь работать сам по себе. Мне что-то нравится, может быть, тоньше и сложнее, но вот я, так сказать, транспортировать могу такой. Я потом вычислил, во мне сидит 12-летний мальчик, редактор, очень серьезный, который говорит, перестань, кого это нас на это вообще не интересует. Я мгновенно отбрасываю это. И вот, так сказать, на этой пользе, потому что сегодня 12 лет уже критический возраст. Мы когда-то работали 10-14, сегодня 6-5-летние дети уже смотрят Яроваш, что они понимают. Но это все равно важно другое, чтобы они, когда грудному ребенку рассказывают сказку, понимают, что он не понимает, но закладывают какие-то, так и мы пытаемся. А по поводу юмора, вот, так сказать, иногда я понимаю, да, это смешно. Вот это точно будет смешно. Потом какой-то режиссер притронется и испортит все на свете, и это не смешно. Куда же ты это все делал? Здесь было обаяние того и того. Поэтому ответа прямого, значит, надо вот так пилить, досюда допиливать, потом рубаночком, не получается. В том-то весь и фокус, что каждый раз прийти к смеху в зале достаточно непросто. Последний раз был роскошный показ в Орленке, в нашем крупнейшем лагере, такой же, как Артек Орленок. Там где-то около двух тысяч детей сидело, и вот это был стопроцентный показ, как они воспринимают и что. И я, так сказать, даже пару сюжетов отправил на кое-какие переделки, а все остальное меня устроило, и я все понимаю. Была тонкая история, вот, перетончили, мы хотели сделать элегантно, и нас никто не понял. Вот так вот. Ну, не то, что не понял совсем, а достаточно, так сказать, я считаю, что это была неправильная реакция. Вот, и поэтому, что важно, например, для Яралаша, для самого? В разных жанровых формах нести юмор. Где-то, так сказать, юмор прям с первого шага. Комедия положения, вот он не так вошел, вот ему тут наголо вылилось, он перевернулся, он прыгнул, он не туда и так далее. Это один юмор. Другой юмор, что-то происходит, а в конце, ах, оказывается, вот как, и смеются так. Третий юмор, может быть, и так, и сяк, и еще какой-то путь, и тематически это может быть неожиданно, ярко, интересно. Сегодня, конечно, очень важно, чем сегодня интересуются дети. Сегодня мы понимаем, что они все в социальных сетях, и мы пытаемся, к сожалению, кино, противопоказанным социальным сетям, нечего смотреть. Ну, компьютер, ну, две строчки, ну, три, ну, картинка, не хватает нам. Хотя много предлагается историй, но я отталкиваю, если придумают, чтобы это было еще важно, чтобы это было смотрелось. Но если сидят дети, разговаривают в классе, ну, этого мало. Отсюда мы исходим. Поэтому вот конкретно не знаю. Вот сейчас расскажу анекдот, который я считаю просто главной философией Яралаша. Две девочки сидят на крыше, злая и добрая, и плюют прохожих. Злая попала три раза, добрая – восемь. И победил. То есть добро всегда побеждает зло. Вот, казалось бы, абсолютно абстрактный путь, а он дает, так сказать, результаты смеха и юмора и так далее. Так и Яралаш. Мы должны на классический ответ придумать свой какой-то неожиданный поворот. Там будет все в порядке. Если золотая рыбка всем приносит удачу, то наша золотая рыбка обязательно что-нибудь такое отмочит, что деваться будет некуда. Вот отсюда мы и сходим. Вот сейчас сюжет выходит. Открыл бутылку, выскочил джин. Тот говорит – три желания, я тебе гарантирую. Любые. Любые, прям любые. Ну, говорит – Кока-Колу хочу. Вот глупый мальчик Кока-Колу. Дал ему. Мороженое. Точно, совсем глупый мальчик. Третий желание – полезай в бутылку. Тот говорит – как? Ну, так, ты же сказал, что вы понадобили любые мои желания. Это что? Потом ты вылезешь, и я буду иметь три желания. Я тебе то, я все. Он говорит – это будет мое первое желание. И так далее. Говорит – ну, так что, джинн, ты попал. И джинн смотрит в зал и говорит – ребята, джинн, они в связи с этими современными детьми. Ужас. Вот поворот классического, так сказать, джинна. И этот анекдотический поворот дает нам возможность открыться и двигаться. А в другом сюжете он помог бабушке. Она говорит – я волшебница. Чего хочешь? Он говорит – 10 тысяч. Бах, мелочью. Он говорит – я же 10 тысяч просил. Здесь 10 тысяч. Ну, не мелочью, а разговора не было. И так далее, и так далее. Вот, понимаете, на этом строится. В конце он просит, чтобы его отец был самый-самый главный. Он говорит – какой? Вообще главный во всей стране. Вот так вот. Бац! А он оказывается царевичем, а тот Иваном Грозным. Понимаешь? И вот, так сказать, вот такое построение. И я говорю, что… Это я просто беру сказочный, где классическое русло. Было завёрто. Вот отсюда и сходим. А все сюжеты проходят? Ваш личный контроль? На юмор? Категорически всё. Генерал Ваш – это я. Как это государство – это я. Я всё смотрю. Я выслушиваю тех режиссёров, которые это берут. Их режиссёрскую задачу. Я после этого их отправляю, значит, на съёмку. После этого они монтируют. Я смотрю. После этого мы всё переделываем. И так далее, и так далее. А внутри они отбирают детей. Я их должен утвердить. Если они утверждают детей или артистов, и артистов всех, то, значит, будем ещё долго бороться. Субтитры делал DimaTorzok